С этого урока мы с вами приступаем к созданию хада, созданию всех необходимых виджетов. И в данном уроке мы с вами подготовим основную почву для последующего уже добавления самых разных виджетов. Будет увидеть здоровье, опыта, мини-карты, различная статистика персонажа по его текущим возможностям, скорость атаки и прочее, урон. И первое, что я хочу сделать, это создать папку UI в контенте и создать виджет, который назову я VHAD. Дальше я в Base, Blueprints создам еще один класс, который будет мне наследоваться от хада. Собственно, вот он, select. Называю его BPHAD. И чтобы он у нас как раз и запускался, как по умолчанию виджета хада, я в гейммоде выставляю BPHAD. Напоминаю, что этот гейммод у нас с вами является основным. Собственно, он у нас и запускается при старте игры всегда. И как раз этот BPHAD у нас с вами откроется. Тут я сразу хочу на BeginPlay сделать следующее. То есть я хочу здесь создать виджет, который мы с вами только что сделали, это WHAD. То есть помни, да, в папке UI, вот оно. Сохранить его в переменную, которую я назову HAD. Переменную я, пожалуй, сделаю сразу же в Private, чтобы нельзя было иметь доступ за пределами этого класса. И сразу же AddToViewPort. Вот таким вот образом. Безусловно, вот эту всю процедуру можно было выполнить где угодно. Там и в контроллере, там и в характере, и в принципе где угодно. Но я считаю, что правильно это делать именно в HAD. Как раз для этого класса 3 предназначен. И, кстати говоря, Avni Player тоже вещь очень важная. Я выберу GetAvni Player Controller. То есть у нас HAD имеет доступ к Player Controller, которому этот HAD принадлежит по сути. И никаких проблем в субститутах у нас нет. Если бы, например, добавляли где-нибудь там какому-нибудь в характере или еще где-нибудь там в экторе вообще левом, то там потребовалось бы вот так делать. GetPlayerController. И вот это вот подавать. Но это опять же нолик. Я все эти вещи не очень сильно люблю, как вы знаете. Поэтому я рад, что я знаю, что нужно добавлять это именно вот здесь. Но еще раз говорю, без проблем это будет работать и в другом месте. Вот. В принципе все. Давайте проверим, что у нас только все это работает. Вытащим быстренько какой-нибудь текст. Неважно, где он будет сейчас находиться. Все, вот он текст появился. Все прекрасно. С вами виджет подключился и готов уже функционировать. В следующем уроке мы с вами займемся добавлением виджета здоровья и опыта. А пока спасибо за внимание. Субтитры сделал DimaTorzok